Я вчера вам говорил, что Платон в юности писал стихи, и он действительно был замечательным поэтом. Если вы его будете читать, как вы должны читать, он написал много очень поэтических диалогов. Например, у него есть диалог под названием «Пир». Может быть, вы слышали? Это диалог о любви, что такое любовь. И вот этот диалог, может быть, один из самых красивых поэтических вещей, когда-нибудь написанных. Я каждый раз, когда его читаю, я прямо плачу. Но я не могу вам прочитать Пют, потому что он за много времени. Я могу вам прочитать стихотворение, очень короткое, которое я написал в юности. Это звучит так. Оно называется «К астеру», «Астер звезда». И звучит оно приблизительно так. «На звезды глядишь ты, звезда моя светлая, О, быть бы мне небом, В широких объятиях тебя бы держать, Чтобы очейми рядами тобой любоваться В безмолвном сиянии». Потому что, видите, оно пифаголийское. Там звезды, там любование звездами, И звездами любуются. Это было очень красиво. Стихотворение, и это перевод Владимира Сергеевича Соловьева. Был такой дипективский философ, который, Анателец, вы все знаете. Начинать? Вы это не читайте. Я вам все расскажу по-другому. Это глава из книги. И я вам буду ее рассказывать, Пытаясь объяснить сущность. Существует разность между книгами и лекциями. В лекциях я пытаюсь объяснить, откуда она идет и зачем. Из книжки это все выброшено, И там просто какие-то сухие и малопонятные вещи. Так нужно. И для того, чтобы объяснить, Что я хочу этим сказать, Давайте я точно определю, Что я хочу увидеть в будущем Для программирования. То есть с давних времен Я мечтаю. И эта мечта не моя мечта, Которую я вам сейчас опишу. Была впервые описана Таким замечательным американским ученым Дугласом Маккелроем, Который был один из Великих Великих Людей в Белл-Эрбзе, Который повлиял на Кен Томпсон, На Дэннис Ричи, На многих других. Он в 67-м году написал статью, Где он сказал, Что нам нужно создать каталоги Программных компонентов, Которые детально описаны, Которые Правильно отлажены, Которые точно документированы, Про которых мы можем знать Их сложность. Мы знаем, Как долго они будут работать. То есть его идея была такая. Идея очень простая. Он сказал, Что почему Те люди, Которые делают Которые делают Аппаратуру. А аппаратуру Они делают Такой быстрый прогресс. Посмотрите, Они там Скорость Удваивается Каждые три года Или там Возможность аппаратуру Улучшать. В то время В программах Сложность увеличивается, А все становится Все медленнее и медленнее. В Америке много лет Говорили такую шутку. Whatever Andy giveth, Bill taketh away. Andy, it's Andy Grove. Bill Gates. Andy Grove Дает вам Больше и больше Возможностей. В то время, Как Bill Эти возможности Забирает, Забирает, Забирает. И Даг Макелроэд Обратил внимание В 60-х годах. И сказал, Что разница Между нами И ими Аппаратчиками И программистами Состоит в том, Что аппаратчики Никогда Не делают Все Из диодов Они Собирают Все более и более Сложные схемы. Если вы сейчас будете работать В какой-то компьютерной компании, Которая делает Железо, И скажете, Я хочу Сделать из диодов Процессор, То вы можете Написать заявление Об уходе. Прямо сразу. Кто вам этого не разрешит. Вам предполагается, Что вы будете Использовать Компоненты. Правда ли? У нас этого нет. То есть мы Я знаю, Я сам Некоторые компоненты Написал, Но их очень мало. Их не хватает. Вам все время Нужно чего-нибудь еще. Даже когда не нужно, Вы все равно пишете. Но Вот так написал, Что нужно создать Такие каталоги, Чтобы там все было. Чтобы Никому даже в голову Не могло прийти Писать самому. И чтобы оттуда браться. Замечательные, да? В 67 году. Но, конечно, Таких каталогов До сих пор нет. То есть Удивительный факт, Что в 67-го Большинство Из вас Не родилось в 67-м году. То есть Когда он это сказал, Вы родились, Вырастите, Работаете, А их все нет. И вот Моя мечта, Которую я у него Заимствовал, Чтобы появиться, Чтобы создать Такие каталоги, Чтобы вам не нужно Было рыться По сложным Статьям, Чтобы вам не нужно Было читать Кнута, Чтобы вы просто Открывали каталог, Находили часть, Выбирали часть С правильными характеристиками, Вставляли ее Куда надо И все работает. Было бы Очень хорошо. То есть Вот Это То, Что я Много лет Хотел увидеть. Потому что Я обнаружил, Что я Почти никогда Не могу написать Правильный цикл. Всегда Либо в ту сторону Ошибешься, Либо в эту сторону. Поэтому Я хочу Чтобы все Циклы Кто-то Для меня Написал Или даже Я один раз Написал И не переписывайте Сначала Заходите И садитесь На пол Здесь прекрасное место Здесь прекрасное место И там еще место И там еще место И что я попытаюсь сделать сегодня То есть я немножко рассказал Про что все это Я попытаюсь показать Как это можно сделать На конкретном примере Потому что на самом деле Я хочу Чтобы в конце концов Мы это сделали И чтобы мы имели Стандартные компоненты Стандартные не значит Что они созданы Стандартным комитетом А что они просто Стандартные Которые Действительно Наиболее Обобщенные Которые Действительно Наиболее Эффективные И которые Между прочим Написаны на всех языках То есть Некоторые Думают Наверное Что я говорю Что нужно писать Сипласпас Сипласпас А Сипласпас Я этого не говорю Я говорю Что нужно Разработать Систематическую Структуру Для компонентов А потом эти компоненты Приспосабливать К языкам Сортировка Это сортировка Она Не специфически К питону Она не специфически К яви Она не специфически К Сипласпласу Она не специфически Никакому языку Она обладает Какими-то Свойствами Сортировка Может быть Стабильной Или нестабильной Но это не зависит От языка Это общее понятие То есть Идея О которой Я говорю Что Компоненты Должны быть Связаны С Если не уходим Математической Теорией Которая их Определяет А потом Должны быть Реализации На разных языках Разных версий Тех же самых То есть И для этого Я Рекомендую Чтобы мы Описывали Наши Я очень Извиняюсь У меня Очень плохо С Нагбай Мне может быть Придется сесть Это Я Я Надеялся Что Мне не придется И Как я Сказал В фильме Даже Иисус Проповедовал Ситя Так что Я Ни в коем случае Не сразу Не является Не является Оскарбит Действием Эта идея Построения Таких каталогов Говорит Что Эти Программные Компоненты Связаны С Концепцией Сейчас мы Увидим Что такое Концепция Концепция Это Математическая Структура Действительно То что Гурбаки Называли Структурой Которая Описывает Набор Операций На некоторых Типах И Сегодня Мы посмотрим На самые Простые Концепции Для того Чтобы увидеть Что можно Что можно Сделать Это Самая Простая Концепция Которую Можно себе Представить Это Концепция Трансформации У вас Есть Какой-то Тип И Вы Применяете Какую-то Функцию Которая Возвращает Тот же Тип Ничего Больше Скажете Неужели Можно Написать Алгоритм На Такой Тривиальной Теории На самом Деле Можно И Есть Алгоритмы Которые Написаны Для Этой Теории Которые Применяются На Практике В Очень Разных Областях Компьютерсайз Например Они Применяются При Анализе Алгоритмов Генерации Случайных Чисел Или Для Алгоритмов Анализа Связывающих Структур Очень Разный Тот Ж Самый Алгоритм Потому Что Если Вы Вдумаетесь Генерация Случайных Чисел Это Трансформация Вы Трансформируете И Обход Связанных Структур Это Тоже Трансформация Как Вы Значит Давайте Посмотрим Что Мы Можем В Таком Очень Простом В Таком Простом Структуре В Такой Простой Структуре Что Мы Можем Сделать Ну Сперва Мы Просто Определяем Такие Некоторые Вещи И Здесь Я Должен Немножко Отступить Назад И Сказать Вам Что Такое Регулярная Функция А В Математике Те Люди Которые Знают Математические Функции Знают Что Функция Всегда Возвращает Тот Самый Результат Если Квадратный Корень Из Четырех Равен Двум Двум Сегодня То Скорее Сего Он Будет Равен Этому Завтра Но В компьютере Не все Функции Регулярные Например Функция Равен Равен Которая Возвращает Случайное Число С очевидностью Нерегулярно Она Не возвращает То же самое Число Два Раза Или Есть Такая Замечательная Функция Тайм Но Она Точно Не Не возвращает То же Самое И Здесь Мы Думаем Что Мы Требуем Регулярность Функции То есть С этого Момента Мы Предполагаем Что Все Функции С которыми Мы Будем Иметь Дело В Этой Главе В Этой Лекции Они Регулярны Регулярность Очень Простная Если Аргументы Равны То И Результаты Равны Понятно Это Единственное Что Мы Предполагаем От Наших Функций Теперь Мы Описываем Некоторые Концепции То есть Мы Говорим Что Такое Предикат Сейчас Я Вам Немножко Должен Просто Научить Читать Такую Очень Странную Запись Что Она Говорит Что П Является Предикатом Предикат П Это Значит Что П Является Предикатом По Определению Тогда И Только Тогда Когда П Является Функциональной Процедурой И Кодомен Оф П То есть Тип Результата Равняется Буллин 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 Следующую идею Которую Я пропустил Идея Однородной Функции Однородная Функция Это функция Которая Берет Много Аргументов Того Же Самого Типа Например Плюс Или Умножение Да Они Являются Или Функция Которая Если Это число Делится На Это Число Они Оба Числа Хотя Это Предикат Но Это Однородная Функция Значит Однородный Предикат Это Предикат Который Является Однородной Функцией Ну И Конечно Унадный 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 Предикат Это Предикат С одним Аргументом Очень Простые Значит Ну На всякий Случай Мы Также Только Пределим Что Такое Операция Операция Плюс Это Операция Это Однородная Функция В которой Домейн И Кодомейн Это Тоже Самое Что По Увасе Определения Нет 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 А Я Вот Это Очень Интересный Вопрос Он Может Быть Немножко Странный Но Я Скажу Нечто Что Вам Придется Много И Долго Думать И Не Сейчас А Потом Тип И Множество Это Разные Вещи Вот Если Я говорю Что 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 Целое Число Это Тип Если Что 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 Просто Число Это Множество И Интуитивно Это Очень Просто Понять Что Когда Я Говорю Что Что Целое Число Мне Не Нужно Ничего Проверять Я Просто Аксиматически Утверждаю Что Интерпретируйте Эти Биты Как Целое Число Интерпретируйте Этот Зай Значение Как Целое Число Если Я Говорю Что Это Простое Число Я Утверждаю Какое-то Сложное Свойство Мне Не Нужно Определять Что Простое Число На Этого Числа Поэтому Область Определения Это Множество По Крайней Мере В Нашем Понимании Домейми Кодомейн Это Типы Ну И Здесь Несколько Примеров Операций Ну Давайте Посмотрим Быстро На Евклидовскую Норму Которую Вы Даете Координаты И Он Вам Говорит Сколько Какое Расстояние От Этой Точки До Нулевого До Начала Координат И Здесь Мы Показываем Что Например Одно Из них Это Бинарная Операция Другое Тернарная Операция И Потом Мы Даем Вам Лему И Вы Достаем С вас Вы Состояние Немедленно Ее Доказать Не Думая Что Норма XYZ Это Норма XY AND Z Подумайте Это Очень Просто Но На самом Деле Важные Моменты Меня Тут Спрашивали Какие Функции Нужно Определять С Математической Точки Зрения Вам Тогда Тернарная Версия Не Нужна Зачем Мне Ее Определять У 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 Глупая Точка Зрения Потому Что Гораздо Дольше Брать Два Раза Квадратный Ковер Чем Один И Более Того Можете Получить Гораздо Хуже Результат В смысле Точность Поэтому Если Вы Имеете Дело С Трехмерным Пространством Вам Нужно Определить Дополнительную Операцию Здесь Я Ввожу Понятие Что Что Такое Компьютационный Базис Типа Например С математической Точки Зрения Математики Со времен Грассмана И Дедекинда Плюс Ненужная Операция На Целых Числах Достаточно Определить То Что Называется Штрих Шейфера Следует Сексесор А потом Можно Индуктивно Определить Сложение Вот Это звучит Очень красиво На самом деле Это очень глупо Потому что Ну вот Если Напишите Программу Каждый раз Когда Вы Складываете Два числа Вы будете Прибавлять Много раз Единичку То это Займет Много времени И вас могут Уволить с работы Поэтому Мы говорим Что Существует Компьютационный Базис Для какого-то Типа Если Вы Даете Достаточно Операций Чтобы Эффективно Все Делать Обратите Внимание Люди Математики Скажут Базис Дается Когда Вы Можете Все Делать А я Говорю Когда Можно Эффективно Все Делать Это То О чем Мы Всегда Должны Думать Создание Эффективного Базиса Следующая Следующая Вещь О которой Мне Нужно Сказать Это Понятие Полных и частичных функций Очень часто Люди Как-то Боятся Частичных функций Говорят Но она же Не всюду Определена И Очень Хорошо То есть Много Очень Замечательных функций Не всюду Определены У меня сегодня Был Разговор Почему Там В STL Некоторые функции Не всегда Определены Потому Потому Что Деление Не всегда Определено И Очень Часто В компьютерах Те функции Которые Тоталь Все Определенные Функции В математике Они Не Полностью Определенные В Компьютерах Вот Так Понимаете И Понятие Мы вводим Понятие Области Определения То есть Функция Определена На Какой-то Части Своего Домейн Это Его Область Определения И Следующее Определение Это Предикат Который Определяет Область Определения То есть Который Вам Говорит Определена У каждой Частичной Функции Есть Такой Предикат По крайней мере Он умственный Есть Может быть Вы Не написали И Здесь Мы Советуем Чтобы Вы Попробовали Написать Какой Предикат Для Сложения 32 Битных Битных Чисел Я Вообще Никогда Не Говорил Про Математику Хоть Что-то Еще Очень И Теперь Мы Наконец Доходим До Определения То Определения Трансформации Преобразования 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 Это Операция Которая Имеет Один Аргумент И Дальше Говорится Что С ним Связано Еще Какой-то Тип Который Называется Норма Нет Это Тип Как Тип Расстояния Большое Спасибо Который Тип Расстояния Мы Через Минуту Узнаем Что Это Такое Важная Вещь Здесь Которая Вам Говорит Что У Концепции Определяет Что Тип Может Иметь Другой Тип С ним Связанный То Существует Функция Из Типов Тип И Вы Знаете Такие Функции Легко Придумать Например Функция Которая Возьмет Кто-то Может Длина Вектора Длина Вектора Не Является Из Типов Тип Подумайте Функция Которая Берет Тип И Возвращает Тип Возвращает Этот же Тип Замечательно Замечательно Очень хорошо Есть Такой Тип Си Называется Pointed Дивти Что Это За Тип Это Тип Который Берет Тип Указателя И Говорит Вам Все Это Сделано С помощью Дурной Маркера Но Идея Того Что Это Функция На Типах То Есть От Типа Можно Получить Тип И Таких Функций На Типах Очень Много Мы Все Время Про Ни Думаем Мы Не Знаем Что Они Так Называется Например Вы Можете Переходить От Одного Типа Чисел В Тип Чисел Целых Чисел В Два Раза Дольше Это То Если Вы Идете От In 32 To In 64 Это Функция На Типах И Мы Увидим Как Это Применяется Для Того Чтобы Полностью Категоризировать Алгоритмы Нам Очень Часто Нужно Знать Тип Того Тип Связан Как Тип Связан С Другими Типами Например Если Тип Для Тех Кто Из Вас Кто Знает STL Каждый Container Type Тип Контейнера Имеет Тип Элемента Правда Витя Это Является Вот Такой Функцией Из Тип Тип То есть Вы Даете Контейнер Тип И Получаете Тип Элемент Значит И Ну Теперь Мы Приходим Наконец Мы Начнем Делать Алгоритические Вещи Если Мы Берем Преобразования То Мы Можем В силу Того Что Мы Применяем К Чему То Мы Можем Потом Применить Второй Раз Третий Раз Мы Можем И Супер Позицию Делать Композицию Композицию И Дальше Мы можем Определить Для Любого Преобразования Мы можем Определить Его Степень Если У вас Есть Какое То Преобразование Преобразование В первой Степени Это Просто Ничего Не Делать В Нулевой Степени Ничего Не Делать В Первой Степени Сделать Один Раз И Тому Подобно Значит Здесь Я Просто Говорю Что Нам Нужен Еще Такая Концепция Концепция Что Такое Целое Число И Мы Говорим Что В целом Числе Есть Плюс Минус Умножение Деление Остаток И По крайней Мере В этой Книжке Мы Смогли Обойтись Только Тремя Целыми Числями Поразительный Факт Что Можно Очень Много Сделать Знать Только Про Три Целых Числа 0 1 2 Что Какой Дурак Ну Вот Такой А Идея Что Константы То есть Очень Редко В алгоритме Пишешь 7 Может Быть Бывает Но Редко То есть В книге Мы Обошлись Только Вот У нас Никаких Других Целых Чисел Не Появляется Мы Складываем То есть Что Появляется Но Константы Мы Пользуемся Только Тремя Но Я Надеюсь Что В ваших Компьютерах Больше Чем Три Дальше Например Мы Можем Вычислить Давайте Посмотрим Описание Алгоритма Это Первый Раз Мы Вводим Обобщенный Алгоритм Точно Описанный То есть Что Мы Говорим Что Существует Алгоритм На Двух Типах F И R И Мы Требуем Здесь Опять На Типах Мы Должны Описывать Их Спецификации Какие Что Эти Типы Должны Иметь И Они Точно Должны Иметь Что Первый Это Трансформация Какая Это А второй Тип Это Целое Число Какого Это Типа Мне Все равно Какого Вы Скажете Этого Нет Всей Пластмасс Этого Нет Всей Пластмасс Но Это Должно Быть В Моей Голове То есть Если Я Пишу Этот Код Я Должен Знать Где Он Будет Работать Даже Если Пишу На Питоне Люди Меня Всегда Страшивают В Питоне Это Не Нужно В Питоне Это Нужно То есть Вам Все равно Нужно Понять На Чем Ваша Функция Работает Вы Говорите Но Она На Все Работает Нет Она Не Работает На Все Она Работает Только На Каких То Значения И Это Значение Определяет Ее Тип А Если Это Функция Обобщенная То Не Можно Писать Обобщенные Функции То Она Определяет Концепцию То Они Говорят Что Это Уточный Тип Слыш Так Говорят Уточный Тип Но Уточный И Утиный Утиный Газар Даг Тайпинг Утип Не Говорят Утиный Тип Но Даг Тайпинг Извини Но Даг Тайпинг И Стил Тайпинг Мы Все Должны Понять Что Это Такое То Здесь В Этому Алгоритме Мы Должны Знать Что Ф Это Трансформация Н Из Мы Формально Только Сейчас И Писали Что Такое Трансформация И Неформально По Крайней Мер Главе Сказали Целое Число Потом Мы Скажем Формально И Вам Будет Очень Сложно Определить Целое Число Это Страшное Дело Почему Здесь Мы Просто Неформально Определим И Потом Мы Говорим Что Мы Можем Определить Унитарную Возведение В степень Мы Берем Элемент Мы Берем Число Н Мы Берем Функцию И Применяем Ее Н Тайз И Потом Очень Простой Алгоритм Мы Просто Идем 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 Делаем Н Шагов Ничего Сложно Но Интересный Факт Что Если Мы Это Делаем То Эти Шаги Описывают Орбиту X То есть X Изменяется Двигается Получается Орбита И Очень Важный Вопрос В Многих Практических Случаев Это Понять Структуру Этой Орбиты Что Значит Структура Орбиты Бывают Разные Орбита Может Идешь 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 И в яму Сваришься Больше Нейти Нельзя Значит Это Орбита Прямая Либо Может Идешь 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 И приходишь Назад Такое Бывает Жизнь И Иногда Бывает Совсем Плохо Идешь 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 И приходишь Куда Но Не туда Где Начал А где Посередине То Получается Какая Буква Которую Греки Называли РО Вот Такая Может Быть Бесконечная Орбита И мы Сразу Скажем Что Мы Не Интересуемся Компьютер Не Может Бесконечная Орбита Потому Что Компьютер Име Конечная Да Значит Она Либо Кончается Либо Составляет Цикл Либо Составляет Букву РО Это Буква РО Написанная Под углом Видите Таким образом И хотелось бы Узнать Как Можно Определить Структуру Орбита Опять Почему Это нужно Ну например Проверить Если Ваш Лист Правильный Составленный Или Вот Такую Вам Дали Штуку Либо Вы Хотите Узнать Как Работает Ваш Генератор Случайных Чисел Потому Что В случае Генератора Случайных Чисел Конечно Мы знаем Что Он Не Термини Но Очень Важно Какой У него Цикл Потому Что Если У него Цикл Очень Маленький То Он Наверное Очень Плохой А Вчера Между Прочем Мы тут Спорили Что Майклсофт Очень Хорошая Компания Послушайте Эту Лекцию Возьмите Этот Алгоритм И Померите Какой Майклсофт Генератор Случайных Чисел Хороший Хороший Можете Мне Даже Не Говорить Оберите 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 Не Смотрите Что Они Говорят Оберите Что Они Там Майклсофт Скажут Все Что Хотят Все Они Может Может Не Имеют В В В В В В В В Смотрят 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 Это частный Случай Для Случения Этого Равняется Ну Конечно Но Просто Иногда Почему я Не знаю Потому что Иногда Люди Говорят Что Это Хорошо А Это Плохо И Совершенно Точно Это Легко Найти А Это Трудно Потому Что Подумайте Давайте Подумаем Об Алгоритмах Прежде Чем Мы Даже Напишем Подумаем Как Мы Узнаем Это Ну Это Совсем Просто Кто Дал Предикат Который Можно Идти Дальше Или Нет Мы Идем Пока Нам Не Скажут Нельзя Дальше Идти Яма Все Дошли Длину Легко Все Легко Это Элементарно Запомнил Идешь Идешь Проверяешь 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 А Здесь Идешь Проверяешь 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 И никогда Да Все Запоминать Ну Вы С ума Сошли Бывают Алгоритмы Ну Как Мы Сейчас Увидим Правильно Но Если Вы Будете Накапливать Что Люди Делают То Вам Будет Очень Грустно Почему? Потому что чем вы больше накапливаете, чем, во-первых, вам нужно какое-то место, чтобы это накаплять, а потом с каждым шагом вам нужно их всех проверять. Поэтому у вас алгоритм становится квадратичным. И это нехорошо. То есть люди говорят, ну он неэкспоненциальный. Уверяю вас, квадратичный это очень плохо. Значит, поэтому нам нужно научиться их классифицировать. Первое. То есть идея что? Хорошо узнать. Что еще интересно узнать? Давайте посмотрим. Длину цикла. Хорошо узнать. Что еще хорошо узнать? Длина третки и ленинга. Начало. Вот эту ручку, потому что это как бы бублик и ручка. Вот длину этой ручки хорошо бы тоже узнать. И, между прочим, многие люди, которые знают, как узнать длину цикла, совершенно не подозревают, как узнать длину ручки. Потому что они находят какой-то там цикл, а потом как узнать, какая длина ручки. Не так просто. Подумайте. Мы это увидим скоро. Значит, нахождение длины ручки требует... Сейчас скажу ужасные слова. Математики! И нужно думать. Нахождение ручки... Я вам хочу сказать. Значит, и... Что еще нужно найти? Длину цикла, длину ручки. Что еще нужно? Может быть, частотное распределение? Частотное... Я не понимаю, что это... Ну, вот у нас есть какие-то элементы, которые мы отходим, и хотелось бы узнать, что это частотное распределение. У них же есть операция сравнения. То есть я могу определить, что этот элемент равен этому. Да. И в процессе отхода я накапливаю какую-то новую функцию. Вы не накапливаете? Мы очень не хотим накапливать. Не накапливаю. Я хочу знать частотное распределение. Например, для случайных чисел... Во-первых, нужно хотя бы найти, сколько их. На самом деле, посмотрите на эти орбиты. Здесь есть начало и конец. Здесь есть начало и оно же конец. Здесь есть начало и вот эта точка. Эта точка особенная. Там, где приделана ручка в публику. Правда, ведь? Она особенная точка. Ее хорошо найти. Начало орбиты? Ну, начало орбиты для этого... Для этой орбиты. Начало цикла в орбите. А начало прямой орбиты? Начало прямой орбиты. Начало орбиты вам дано. Его находить не нужно. Поэтому ни в коем случае его не возвращайте. Тот человек, который вас спросил, уже знает. Великий принцип. Никогда не говорите назад, что вас спросили. Не возвращайте, когда вам... Если вы пишете квадратный корень, не надо возвращать то число, которое вам передали. Они его уже знают. Но, то есть, это мы знаем. Всегда начало орбиты. Но этого мы не знаем. То есть, я хочу просто сказать, какие интересные точки. Пока у нас еще это... И потом, там тривиальный факт, что какие бывают точки. Бывают все точки. О это размер орбиты. С это число элементов в цикле. И H это число элементов в ручке. Если вы этого не можете доказать, тогда очень пошаре. То есть, ну, понятно, что либо вы в ручке, либо вы в бублике. Больше нигде быть нельзя. Ну, давайте пропустим все эти элементы. Потом мы здесь говорим, что у нас все орбиты конечные. Потому что, если они бесконечные, мы все равно ничего умного сделать не можем. И их в придачных компьютерах не бывает. Значит, дальше мы определяем некоторые определения. Мы говорим, что мы найдем некоторую точку, в которой вот такое уравнение правильно. Мы утверждаем, что если есть цикл, то есть точка такая, что n-ая степень равняется степени 2n плюс 1. Вот мы просто такое утверждаем, сейчас мы это докажем. И это нам говорит, между прочим, кто этот... Это некоторый вариант теоремы, которую доказал немецкий математик Фрабениус, когда он писал статью про семи-группы, полугруппы. То есть в полугруппе, в любой конечной полугруппе существует, в любой полугруппе элемент конечного порядка имеет... Орбита элемента конечного порядка имеет мельпатентный элемент. Это я вас запутываю. Идея алгоритма очень проста. То есть мы хотим узнать, есть ли цикл. Мы делаем следующее. Мы посылаем две машины по дороге. Одна машина идет вперед, она быстрая машина. А вторая машина, которая идет потом, она медленная машина. Вот, если есть цикл, то медленная машина догонит быструю машину. Но, допустим, оба... Быстрая догоняется, то есть, какие методы... В какой-то момент они друг в друга врежутся. Это парадоксальный факт, но вот так произойдет. Если вы просто подумаете, что если едет машина быстрая, а потом медленная, со временем медленная попадет в цикл, да? Никуда деваться не может. И в тот момент быстрая станет догонять быстрее, быстрее, быстрее. И со временем догонит медленная. Все согласны? Да. И вот это нам дает алгоритм, который определяет такую точку. Давайте посмотрим немножко, как он работает. Потому что, во-первых, здесь мы немножко более сложный... Вот, мы сперва вам даем начальный элемент, x. Да? Потом мы вам даем преобразование. И потом мы вам даем π. Это предикат, который определяет область определения. Поэтому что мы, во-первых, мы, значит, говорим, что значит определение. Precondition такой, что если p of x true, это значит, что f of x определено. И люди меня часто спрашивают, почему вот это про типы, а это про precondition. Когда вы пишете preconditions, и когда вы пишете type requirements. Type requirements говорят, какие операции у меня есть. А это говорит, что существует какое-то свойство в данном конкретном случае. То есть, опять, то, что что-то целое число, это type requirements. То, что что-то простое число, это precondition. Простое число не является типом. Значит, алгоритм очень простой. Если ехать дальше нельзя, возвращаем x. Мы доехали. Значит, дальше, в противном случае, мы определяем две машины. Быстрая машина и медленная машина. И потом мы едем, едем, едем. И на каждом шагу мы делаем следующее. Мы сначала, обратите внимание, мы посылаем быструю машину на один шаг вперед. Потом, в каждом шагу цикла мы посылаем медленную машину на один шаг вперед, а быструю машину посылаем... На два шага вперед. Мы каждый раз, когда мы посылаем быструю машину вперед, мы должны проверить сперва, что можно послать ее вперед. Что она определена. А когда медленную посылаем вперед, мы ничего не проверяем. Почему? Потому что там уже быстрая проехала. Какую аксиому мы используем? Регулярность. Конечно. Потому что раз мы там проехали, мы знаем, что мы будем ехать там же. То есть применение функции равным значением возвращает равное значение. То есть это фундаментальная аксиома, которая нам здесь нужна. Иначе этот алгоритм не работает. И сомнением, если наша орбита конечная, это мы решили, это мы там написали для этого, что это применяется ко всем алгоритмам, мы со временем закончим. Либо потому, что мы не можем ехать. Видите? Здесь мы проверяем, что мы не можем ехать. Три раза. Либо когда они вместе врежутся друг к другу. Они стали равными. Справа написаны аннотации из... Я бы очень хотел вам их объяснить, но я ленивый, вы сами прочитайте. Это нужно прочитать. Там написано, какие в каждой точке программы... Ассоршенсы? Утверждения. Утверждения. Вы говорите. Значит, какие утверждения верны в каждой точке программы. Те из вас, кто будет читать книжку, обратитесь внимание, что математика написана таким фондом? Шрифтом. Шрифтом. А программа написана таким, поэтому вы можете различать математику, а не математику. И здесь я должен сказать, что это было для нас очень-очень трудно решить, что делать. Потому что здесь вот написано знакравельство. И здесь написано знакравельство. И они не знают совершенно разные вещи. К несчастью, Денис Ричи сделал такую трагическую ошибку. Он вместо того, чтобы подражать Алголу 60 или Паскалу, он решил старый математический знак равенства использовать для чего-то еще. Мы решили, что мы в математике будем писать математику, а в Си-Пласкласс будем писать Си-Пласкласс. Обратите внимание, что наши концепции описаны на языке математики. И некоторые люди нас спрашивают, почему вы это сделали? Почему вы не придумали Си-Пласкласс экстеншн для описания концепции? Почему вы пишете эти актеншн? И мы, в принципе, вполне поддерживаем. Некоторые из вас, может быть, слышали, они даже пытались ставить концепции в Си-Пласкласс, но ничего не получилось. Но мы этого не сделали принципиально. Потому что, в принципе, эти концепции позволяют вам классифицировать алгоритмы на любом языке. Они математические, а не Си-Пласклассные. Это не такая важная для нас идея. Знаете, я, наверное, не буду вам доказывать, что он формально, что он кончается. Там написаны вот эти утверждения. И здесь написано. Вся эта глава вы можете взять на Amazon PDF или на... То есть вы можете это прочитать и это слышно удобно. Значит, на самом деле, как после того, как мы остановились, как мы знаем, если это... мы свалились в яму или нет? Ну, на самом деле, это сделать очень просто. Мы знаем, что если наша функция вернулась, когда свалилась в яму, мы еще раз этот же предикат можем применить, и тогда мы узнаем, свалились мы в яму или нет. опять используемся регулярностью. То есть мы можем определить терминетик. Мы, в принципе, даже можем... Это важный момент. Дайте одну секундочку, я здесь вам расскажу. Иногда вы имеете дело с функцией, которая всюду определена. Тогда вам приходится посылать туда кредикат, который всегда возвращает правду, да? Это очень глупо. Что мы советуем вам сделать в таком случае, это иметь отдельную процедуру, которая работает для всюду определенных функций. Вы просто не передаете, когда предикат и функция становится гораздо меньше. Вам не нужно и быстрее. Потому что вам не нужно на каждом шагу проверять, я мы или нет, я мы или нет, я мы или нет. То есть опять меня люди спрашивают, что делать, когда есть специальный, более быстрый алгоритм. Вот это делать, его описать. И нужно использовать более общий алгоритм, когда есть специальный, более быстрый алгоритм. По-моему, это очень просто, простой и правило. Дальше, я пропущу. Но это очень важная вещь, которую я должен вам сказать. Но как мне ее сказать, это так. Я пойду назад в своей картинке. Скажу на картинке, вместо того, чтобы показывать вам математику. Математику нужно читать. Если я ее буду вам сейчас делать, вам будет очень хорошо слушать. Вы вернули коллежин-поинт здесь. Вот это. И вы хотите найти connection-поинт, точку соединения. Как это сделать? Вот существует такой замечательный факт, что вот это расстояние ровно на один шаг меньше, чем вот это расстояние. то есть расстояние от начала цикла до точки соединения на единицу меньше расстояния от того, где они столкнулись до точки соединения. Чем этот замечательный факт? Ну, конечно, это математическая такая вещь, очень красивая, но это тот факт, который нам позволяет найти точку соединения эффективным образом. Что мы делаем? Мы ставим один палец здесь. Один палец мы ведем сюда, потому что на один шаг вперед. И потом мы начинаем идти шаг за шагом, пока с двух мест они не столкнутся. Потому что в силу того, что мы знаем, что расстояние одинаковое, мы знаем, что если мы сделаем вот столько шагов, то мы столкнемся. То есть теперь мы сталкиваем машины, которые едут с разных двух точек с одинаковой скоростью. Но мы знаем, что они столкнутся в этой точке. Это такой замечательный факт, который меня всегда поражает. И он всегда работает. это вы доказываете, а в нем все равно. Пишите программу и смотрите, работает или не работает. Работает. И это очень странно. То есть всегда, для любых расстояний здесь или здесь. Значит, сейчас я вам покажу. то есть как мы ее находим. То есть мы определяем функцию, которую мы называем точкой конвергенции. Мы начинаем с двух разных точек и идем, пока они друг другу не врежутся. И тогда их возвращают. И для того, чтобы нам найти соединительную точку мы сперва находим точку коллизии в первой алгоритме. И потом один раз идем вперед в этой точке. и потом делаем с начала из точки коллизии плюс одно увеличим на один, пока они не столкнутся. и тогда мы можем определить все интересные точки. Мы можем найти яму, если она выглядит как публик с ручкой, можем найти первый элемент публика, к которому ручка присобачена. интересная задача это определить когда орбиты двух разных элементов пересекаются. Подумайте. что я вам советую сделать? Что даже если вы не купите книжку, по крайней мере напечатайте эту главу бесплатно. И попробуйте сделать доказать все лемы. Это очень просто. И сделать все упражнения. Это немножко сложно, но не очень. Но я думаю, что очень полезно. Дальше возникает очень сложная вещь. давайте подумаем какой нам нужен тип для того, чтобы описать длину наших орбит. Длину наших орбит и можно сказать как им связано. Проблема состоит в том, что наш элемент, над которым мы работаем может сам быть целым числом. Например, 32 бит. 32 бит. Спасибо. А можем ли мы использовать 32-битное число, чтобы описывать все орбиты на 32-битное число? 1-битное 3-битное число? Ну, давайте посмотрим таким самым простым образом. Если у вас 1-битное число, бывает 1-битное число? 2-битное может быть 2-битное может быть 2-битное может быть хватает. Правда? Потому что у вас есть 0 и 1, а 2-битное нет. А орбита может идти от 0 к 1 и назад. Сколько элементов? 2-битное число 2-битное Это поразительный факт, который реально, когда вы програмируете, вас все время кусает за какое-то место. Почему он кусает? Что когда вы имеете число набор чисел от 0 до n сколько? n плюс 1 на 1 больше. То есть чисел никогда не хватает, чтобы описать собих себя. Нужно на 1 больше. А с другой стороны очень бы хотелось написать такой алгоритм, чтобы когда вы вычисляете длину ручки и длину публика и они являются человеческими, вы могли бы использовать тот же тип. Иначе очень неприятно. Для 32-х вам нужно 64-х, а для 64-х вам нужно что? 122-ю очень неприятно. Никогда не кончается. Возникает такая. Но к счастью, мы всегда это можем делать, если мы немножко подумаем. Опять, что мы можем сделать? Мы можем возвращать два числа. И если мы правильно их закодируем, то мы можем для цикла возвращать на один меньше. Обратите внимание, цикл не может иметь ноль элементов. Потому что если мы знаем, что это циклическое, то мы знаем, что в нем по крайней мере один элемент. поэтому если мы вам вернем пять, вы будете знать, что это шесть. Хватает битв. А если у вас есть ручка, то тогда нечего и волноваться. Потому что обратите внимание, что это цикл, который вас требует лишняя вещь. Если у вас есть ручка, то она хорошо кодируется. То есть это только цикл, который трудно кодироваться. Поэтому простой способ связывать ручку для ручки, записывать ее длину, а для цикла записывать на длину минус один позволяет вам передать всю информацию о этих двух числах. И это мы здесь делаем. И это вот, если вы посмотрите, это полностью процедура, которая дает вам полную структуру орбита. Вот второе упражнение. Оно как раз направлено против некоторой большой компании. мы ее не упоминаем, мы просто говорим померить. И опять же мы вам даем код, пожалуйста, померите, получится ручки, циклы, если вам понравится. Я очень удивлюсь. Может быть, они, уже прочитали книжки и поправили. Здесь мы доходим еще до одной важной вещи. Если мы имеем набор разных алгоритмов, работающих на какой-то концепции, мы должны точно описать его сложность. что значит точное описание? Мы должны сказать для каждой операции, которую мы пользуемся, сколько раз мы ее будем делать. Какие операции мы здесь используем? Трансформация, сравнение элементов и предикат. Три раза. маленькое такое. Обратите внимание, что как мы применяли трансформацию. брали трансформацию, применяли ее к элементу и возвращали. А иногда это плохо. Как копирование. Иногда лучше на месте изменить. Правда? То есть когда наш тип, на котором трансформация работает большой, у нас какую-то мы пермьют какую-то длинную переставляете какую-то длинную последовательность, лучше ее переставлять на месте, каждый раз копироваться. Поэтому нужно знать, что для каждой трансформации, для каждого преобразования, существует то, что мы называем action действия. Вот видите, это очень сложно. Русские это... Я не знаю, потому что я не знаю русские терминологии. И никто не знает. Акция... Кто-нибудь подскажет? Действие. Замечательно. Спасибо. Существует действие. Что значит действие? Действие это... Вот такое. То есть для каждой трансформации мы можем определить действие. Для каждого действия мы можем определить трансформацию. Они полностью дуальны. Если есть одно, есть другое. Если есть другое, есть одно. Вы скажете, ну и что же мы будем делать? Мы будем писать алгоритмы в двух варианте. То есть иномнижайте это. Мы составляем каталоги для миллионов и миллионов будущих пользователей. Поэтому для каждого алгоритма в этой главе, в этой концепции концепции трансформации должен существовать эквивалентный вариант алгоритма, написанный с помощью действий. То есть вчера, сегодня меня все спрашивают, что же делать, если есть другой, более быстрый. Вот это делать. Всегда эффективность всегда права. То есть никогда не нужно говорить, я буду делать в общем виде так, если можно делать более эффективно всяк. И в данном случае, конечно, нету, можно сказать, что действие лучше трансформации. На самом деле нельзя. Когда наши данные очень маленькие, нам лучше их копировать, потому что тогда компиляторы будут через регистов, то есть лучше. То есть для маленьких лучше трансформация, для больших лучше действия. Кто должен решать? Тот человек, который применяет, он должен, то есть нельзя ли сделать искусственный интеллиант. Ну вот делайте искусственный интеллиант. Сперва нужно написать все варианты. И заключение того, что мы сейчас увидели. Мы увидели, что можно писать алгоритм, вполне конкретно, которым люди пользуются в совершенно абстрактном способе. На концепции, которая называется трансформация. То есть это более абстрактного нельзя даже представить. Второе. Регулярность ты говорил другое слово? Нет, регулярность. Регулярность типов и функций это очень важное свойство. И в каком-то смысле, например, я много лет пытался убедить людей, что нельзя иметь функцию плюс все пласт-класс, которые нерегулят, нерегулярно. Если вы используете оператор плюс, он должен быть регулярным. Нельзя нерегулярным. Почему? Потому что у нас есть некоторые понятия а плюсы. Что еще плюс должен быть? Какие у нас понятия а плюсы? Умнорный или бинарный плюс? Бинарный плюс. Коммутативный ассоциативный дистрибутивный с умножением. Но умножения у нас нет. Давайте забудем. Коммутативный ассоциативный должен быть. Должен быть. Абсолютно должен быть. Кто мне может сказать, почему все пласт-пласт сделано неправильно? Почему неправильно? Совершенно не строкой что ли? Строкой сноваtem. Строки. Какие строки? Строки? в Си-пласт-пласт нет. Си-пласт-пласт нет строки. А не с Си-пласт-пласт нет строки, пласт-пласт нет при Матín Си-пласт-пласт нет уверяю вас. Но я не enthusiastic нет а что нет. Я ничего не Я никогда в жизни не написал плюс, который не коммутативный, потому что с тех пор, как плюс изобрели приблизительно в начале 16 века, до сегодня никто не проб в математике. Вы помните, вас учили, что если у вас есть группа, помните группы? Если группа абелевская, то вы пишете плюс, а если она не абелевская, не коммутативная, вы пишете умножение. Учили вас так? Вас не учили прямо, но как-то так объяснили, что плюс только в абелевском группе. И в математике, не зная этого условия, всегда этому следует, плюс всегда коммутативен. Потом приходит C++ и говорит, плюс не коммутативен для строк. И это плохо. Почему это плохо? Потому что, когда я читаю код, я должен как бы верить, что то, что написано, это когда я вижу, например, написано меньше, знаете, меньше, то оно действительно значит меньше. То есть вы можете в C++ написать меньше, оператор меньше, который будет делать деление. Можно сделать, но это плохо. Это нельзя. То есть с моей точки зрения, и я на эту тему ругался больше двадцати лет с моим близким другом, нужно требовать, чтобы операции делали то, что они должны делать. То есть должна быть стандартная семантика операции. Включая стандартную семантику равенства и присвоения. Если у вас есть присвоение, оно обязано определять, то есть если вы говорите, а присвоить б, что после этого вы знаете? Вы знаете точно, что б и а равны. Если они не равны, то есть вы не пойдете сказать, нет, нужно читать определение класса. Ну никто не будет читать определение класса. Нельзя программировать, если каждый раз, когда человек пишет а равняется б, мы должны идти в определение класса и смотреть, там действительно равно или может это только по пятницам. Потому что, опять, идея связывания семантики с операциями совершенно критична. Нельзя обобщенно программировать и более того, нельзя вообще программировать, если вы начинаете, кроме одной вещи, я не знаю как сказать по-русски, job security. Если вы делаете, что равенство это не равенство, то вас не могут уволиться. Потому что, если вас уволят и все, ничего никогда работать больше не будет. Кто знает. Поэтому, может быть, не нужно пользоваться семантикой. Но стандартная семантика позволяет другим людям меня заменить. Они знают, что плюс мой плюс это плюс. И другой программист может правильно все делать. Предполагает, не вот эти. Значит, поэтому я говорю, вот самое простое свойство регулярности, оно очень-очень важно. Если вы описываете алгоритмы, очень важно понять, какая номенклатура там, какие слова нужно знать. Есть collision point, есть connection point, есть tribulation point. Я не перевожу, вы все понимаете, что я говорю. Это нужно определить. То есть, вы сперва определяете теорию математически. Находите все слова. Выясняйте, какие аксемы вам нужны. Потому что, это не важно, какой язык программирования. Потом вы эту программу пишете на данном языке программирования. Теперь, если вы мне не верите, возьмите эти программы и попробуйте их переписать на питомник. Вы убедитесь, что, хотя некоторые вещи будут немножко сложно написать, например, можно по правенству немножко не так будет работать. В принципе, у вас код будет удивительно одинаковый. У меня вообще есть очень важная идея, как нужно писать код. Нужно писать код на всех языках, чтобы он был одинаковый. То есть, хороший код на питоне будет выглядеть почти так же, как хороший код на C++. И все они должны выглядеть так же, как хороший код на паскале. То есть, нужно пользоваться минимальным набором операций. И почему это нужно делать? То есть, иногда скажете, а мне иногда нужно RTTI. Знаете, что RTTI? Больше жалко. Иногда нужно, но тогда это нужно куда-то положить в какой-то модуль, который специальный. Большинство людей, когда пишут код, не должны думать про RTTI. Они должны думать про алгоритм. Алгоритм должен быть прозрачным. Если он не прозрачен, если он не показывает сущность того, что есть, и если его нельзя переписать с одного языка на другой. Что-то плохо так. То есть, если вы пишете пакет для больших чисел. Небольших чисел. Небольших. Это не очень интересные. Алгоритмы есть. А потом уже решать, питон вы пишете или на C, или на C++, или на JAR. Это вторичный вопрос. Алгоритм всегда первичен. И код должен показывать алгоритм. Я так верю. Значит, и что, чем это все, то есть, о чем, что я предлагаю, чтобы вы делали. Что я предлагаю, чтобы это все делали. Чтобы, во-первых, вы научились, стали бы мыслить с точки зрения концепции. То есть, вы садились и говорили, да, вот то, что я здесь пользуюсь, это какое-то целое число. А потом вы говорили, нет, это целое число произвольной длины. Или это целое число. Решите принципиально, какой вам нужен, какие нужны вам операции. Потом выберите алгоритм правильно. Потом напишите на каком-то конкретном языке. И со временем, если мы найдем механизм, я надеюсь, что мы его найдем. Создать базу алгоритмов и структур данных. Которая структурирована следующим образом. Она разбита на эти, такие, кластеры. Неужели. На группу. Кластеры. Нет русского слова. Разные группы, вот связанные с концепцией. Они создают такую натуральную группировку разных алгоритмов и структур данных. Мы разбиваем туда и ставим все. То есть для А, например, для действий, трансформаций. Все идет в одну группу. Так что вы сперва говорите, вот мне вроде нужно что-то такое, где только трансформация или что-то такое. Вы идете туда. Находите там все алгоритмы сидят в этой базе данных. И они очень хорошо так отсортированы, классифицированы. Каждый алгоритм вам говорит точно, что он делает. Семантика полностью определена. Он вам говорит, это база данных, точно, сколько операций будет сделано в разных случаях. Счет операций. И, между прочим, что там еще должно быть? Там нужно быть время для конкретных типов. То есть очень хорошо, если я вам скажу, столько-то умножений, столько-то делений, столько-то сложений. Но еще лучше, если я скажу, что если вы пользуетесь M64 и размер вашего массива такой, то это будет 3 часа, или я не знаю, какое-то время. Потому что то же самое, что сделано для аппарата, они дают вам performance curve. И мы должны со временем иметь performance curve для наших алгоритмов. Если мы хотим некого совершенства, то мы еще будем требовать, что там была certification. Идея, которая очень давно, в 60-е годы, ACM ввело идею коллекции алгоритмов. Потом она умерла по разным причинам. И они тогда, многие ученые на этом работали, они сказали, для алгоритма, если я напишу, то Дима должен его certify и сказать, что я его проверил, работает. Я скажу более важную вещь. Если у нас есть такая база данных, что мы хотим требовать? Мы хотим требовать, предположим, что мы ее разрешаем всему миру пользоваться. Я хочу знать каждый раз, когда кто-то его берет. Пусть мне денег не дает, но пусть он скажет, что он этим пользуется. Почему это важно? Потому что, если я смотрю на алгоритм, и я вижу, что им пользуются тысячи программ, это хорошо. Если есть алгоритм, который формально доказан, там прямо доказательства, но им никто никогда не пользуется. Что вы подумаете? Доказательства, кто знает. Это знаменитая история про Клюта, когда он один раз написал письмо, в котором он сказал, вот это алгоритм. Я доказал, что он правильный, но совершенно не тестировал, поэтому не верьте. На самом деле, доказательство того, что что-то работает, это что много людей этим пользуются. И поэтому, если у нас есть такая замечательная база алгоритмов, структур данных, которые, например, дают нам то, что нам нужно. Если мы возьмем книжку Chris Manning, information retrieval, посадим туда все замечательные алгоритмы для indexing, очень хорошо, если мы будем знать, что ими кто-то пользуется. Потому что тогда мы будем знать, что мы этим можем пользоваться. Почему это хорошо сделать? Потому что я верю, что на самом деле наука... Эйнштейн был очень плохой человек. Почему? То есть он был, может, хороший, но люди решили, что наука это стоит в том, чтобы не мыться никогда, не стричься никогда и придумывать великую вещь. На самом деле наука состоит гораздо лучший пример науки. Это Менделеев. Потому что он мылся, не брился, но мылся, не причесывался, и он вместо того, чтобы придумать какую-то одну великую вещь, он классифицировал вещи. С самого начала, когда Аристотель изобрел современные естественные науки, он сказал, давайте классифицировать животных, деревьев, элементы, физические силы. И потом люди могут использовать эти классификации для того, чтобы создавать химические вещества, для того, чтобы строить, если у вас есть такие классификации, вы знаете, какие есть материалы и так далее. Поэтому я надеюсь, что мы можем изменить, кто меня спрашивал, что улучшит продуктивность, что улучшит продуктивность, нашу продуктивность. Я могу сказать, что каталоги, классификации, то есть тогда мы будем использовать и не будем все время изобретать то же самое. То есть вот это, я надеюсь, наше будущее, то есть будущее как программистов, что мы когда-то вырвемся из того, что каждый человек пишет все с самого начала. И потом это так истекаем, это может быть работает. Достигнем ли мы этого или нет, я не знаю, это вот моя мечта. Большое спасибо. Спасибо. Вопросы? Ответы? Вопрос вчерашний. Исчисление какое-нибудь… Вот я вам написал, как сейчас исчисление. Просто группы, структуры групп? Структуру любых алгебраических теорий. То есть вот исчисление… Посмотрите. А что оно позволяет? Оно получает описать любой… То есть, по крайней мере, это исчисление виртуально идентично тому, что Гурбаки дает для описания всей математики. Вот это нотация для концепции. Виртуально, но лучше, конечно. Но в силу того, что они описали большую часть математики, я думаю, что мы можем описать большую часть математики. Я не знаю, можем ли всю, но понятие концепции, то есть понятие… Вот эти вещи. Вы скажете, ну это такие вот очень простые вещи. Нет, они простые во второй главе, потому что они становятся громадными и менее простыми. Более сложными. Больше операций. Здесь они очень простые, потому что одна вещь есть. Мы можем только пойти вперед. Поэтому это простая концепция. Но описание концепции… Это теория, это математическая теория. Это, если угодно, вычисление. Это называется теорией структуры. Она была впервые опубликованной. В 49-м году книжки Николая Курбаки «Теория множеств», которая переведена на русский язык. По-русски было там много книг потом по теории структур, потом все выписано на помойку. Может быть правильно. Но здесь она работает. То есть это вполне определенная математическая теория. Теория структур. Когда вы описываете математические объекты вот с помощью такой вот нотации. Теория структуры в том, что… Теория. Теория.